Если Турция борется с проблемой беженцев на деньги Брюсселя, то спасение утопающих у ливийских берегов – дело рук самих ливийцев. Так решили главы МИД страны ЕС, ограничив экспорт надувных лодок и лодочных моторов. По словам главы евродипломатии Магирини, в Африканской республике и так достаточно эвакуационных судов и других ресурсов для самостоятельного выхода из мигрантского тупика. Не дождавшаяся помощи от коллег по Союзу Италия последовала Совету Магирини. Рим принял решение блокировать продление военно-морской операции «София» по спасению беженцев в Средиземном море. Каждые выходные на Апеннинский берег высаживаются до 10 тысяч нелегалов и многие там и остаются. По мнению итальянского правительства, ЕС следует внимательнее присмотреться к курсирующим у ливийских берегов кораблям гуманитарных организаций. Искусственно созданная ими зона спасения в 30 километрах от ливийского порта Эс-Завия уже стала окном в Европу для более чем 20 тысяч африканцев. Волонтеры утверждают, что не могут не спасать тех, кто тонет у их судна. Но на деле получается вполне прибыльный контрабандный бизнес. Гуманитарные суда коротких путей не ищут и вместо Мальты и Испании везут нелегалов на Сицилию и даже в Неаполь. При этом работать в самих территориальных водах Ливии отказываются, объясняя это нежеланием везти спасенных беженцев обратно. Но, к слову, ситуация у ливийских берегов рискует разрастись до масштаба пиратских войн. Силой навести порядок в Средиземном море решили ультраправые активисты. Их корабль уже отлавливает и беженцев, и тех, кто всеми силами стремится отправить их в старый свет.